Субтитры подогнал «Симон» 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 Создать транспортные средства Небольшой вместительности от 6 до 8 человек И при этом сделать предшествие не только комфортным, но и доступным Производительность Устройство высокоскоростных транспортных систем Skyway Позволяет организовать движение модулей с интервалом до 2 секунд При вместительности каждого модуля 6 человек Можно обеспечить производительность до 500 тысяч пассажиров в сутки в двух направлениях Что более чем достаточно для абсолютного большинства случаев При этом на скорости в 500 км в час Настояние между модулями будет равняться приблизительно 300 метрам Что вполне приемлемо с точки зрения безопасности Чтобы это стало понятно Достаточно представить себе автобан По которому на таком же расстоянии друг от друга движутся автомобили Экономичность Стоимость 6-местного модуля при серийном производстве Будет примерно равна средней стоимости автомобиля Так как высокоскоростное транспортное средство Skyway Имеет тот же набор комплектующих Двигатели, небольшая батарея, чтобы проехать километров 100 в случае поломки Салон, система кондиционирования В пересчете стоимости проезда на одного пассажира Это делает Skyway значительно экономичнее высокоскоростного поезда Каждый вагон которого стоит примерно 5 миллионов евро И вмещает 50-60 человек Если разделить стоимость на число мест То в случае с высокоскоростным поездом Мы получаем 100 тысяч евро на пассажира Тогда как в случае с автомобилем и Skyway Цена составит всего 5 тысяч евро на человека При цене транспортного средства в 15-20 тысяч Таким образом Skyway при меньших размерах может быть и в 20 раз эффективнее Но это далеко не основное Основные расходы на перемещение это расходы энергии и топлива Высокоскоростные модули Skyway благодаря своим исключительным аэродинамическим характеристикам По этому показателю не имеют аналогов С ожидаемый расход топлива нового высокоскоростного шестиместного юнибуса Около 8 литров на 100 километров пути в бензиновом эквиваленте Если снова пересчитать это на количество пассажиров То мы получим 1,4 литра на пассажира на 100 километров Что примерно в 4 раза меньше чем у самых лучших пассажирских самолетов Целесообразность Skyway это система эстакадного типа В связи с этим связано одно крайне важное обстоятельство Во многих случаях делающее небольшие по вместительности и габаритам модули предпочтительными Речь идет о том, что подобная конфигурация подвижного состава Позволяет снизить материалоемкость, а следовательно и стоимость эстакады Объясняется все это довольно просто Любая эстакада гнется под нагрузкой Чем больше нагрузка, тем сильнее гнется эстакада Значит ее нужно сделать мощнее, причем пропорционально Самое дорогое в эстакадном транспорте это сама эстакада До 80% стоимости проекта Если в 2 раза увеличить модуль, то тяжелее будет и эстакада Зачастую она тоже будет дороже за каждый километр При том, что производительность в 500 тысяч пассажиров в сутки Немыслимая для большинства адресных проектов Здесь может быть обеспечена транспортными модулями Вместительностью по 6 человек каждый И зачем же ударяться тогда в гигантоманию Само время диктует моду на миниатюризацию Мировые гиганты индустрии как и не стремятся сделать свои гаджеты Одновременно как можно более производительными И как можно менее массивными Примера высокоскоростного транспорта Skyway в Берлине Без сомнения готовит много сюрпризов и неожиданностей Но уже теперь понятно, что сторонный транспорт Невозможно мерить старыми рамками и стандартными Сегодня он демонстрирует принципиально новую подходку Абсолютно во всем В логистике, эргономике, энергетике, автоматизации Завтра он сам может стать стандартом каким-то И равняться на который и соответствует которому будут стремиться другие Новость о высокоскоростном Skyway вызвала по большей части негативную дискуссию диванных экспертов Среди которых, к сожалению, есть и инвесторы-оппоненты самого Skyway Поэтому служба новостей Skyway обратилась за разъяснениями К главному эксперту, создателю и генеральному конструктору технологии, носящего имя И я вот сейчас приведу ответы Анатолия Юницкого на основные претензии оппонентов Во-первых, компания создает новую транспортно-инфраструктурную отрасль Для оптимизации которой очень сложный процесс С нетривиальными причинно-следственными связями Вы задумывались над причинами того, почему автомобиль Форда победил паровоз Стэффенсона По планете сегодня бегают миллиарды автомобилей по 35 миллионов километров автомобильных дорог В то время как протяженность железных дорог чуть более миллиона Основных причин две Перемещение от двери до двери по разветвленной транспортно-логистической сети И возможность купить относительно недорогое маломестное транспортное средство Такое, как семейный автомобиль, частному лицу Это, естественно, одна из основных причин Поэтому советовать делать высокоскоростные юнибусы Вместительностью к окупойза и трамвая Это не к главному конструктору И не к Форду Его акционеры даже судили с ним за неверно выбранный вектор развития На фоне бурно развивающихся железных дорог Хотя у нас будут на магистральных трассах и многоместные общественные юнибусы Большой вместимости для поездок на дальнее расстояние Со спальными местами и туалетами с душем Как и сегодня на автобанах и микроавтобусы и международные автобусы Ну а вторая причина это то, что Skyway это эстакадный транспорт А стоимость любой эстакады практически линейно зависит от величины расчетной нагрузки Что это означает? Например, в проекте высокоскоростной трассы Минск-Москва Минимизировали стоимость высокоскоростной эстакады до 3 миллионов долларов за 1 километр Общая стоимость 2,1 миллиарда долларов Но сам генеральный конструктор не устоял перед натиском наиболее продвинутых диванных экспертов И все-таки пустил по эстакаде 100 местные юнибусы массой в 50 тонн каждый При этом стоимость эстакады увеличивается до 15 миллионов долларов за километр Общее удорожание проекта на 8,5 миллиарда долларов Срок окупаемости проекта увеличится с 3 до 15 лет Цена билетов возрастет в 5 раз и инвесторы откажутся финансировать проект И где же будут тогда эти долгожданные дивиденды Которых эти самые диванные эксперты не говорят только из утюга и водопроводной трубы В-третьих, поскольку оптимальный транспорт будущего это транспорт семейного типа То какова его предельная пропускная провозная способность? Открою маленький секрет На самом деле безопасный интервал движения в будущем будет еще меньше Это полсекунды, чтобы на одном пролете эстакады было не более одного юнибуса И мнение о том, что этого никогда не будет, можно пренебречь В высокоскоростных поездах реализован более опасный вариант логистики Так как самоходные вагоны следуют друг за другом на расстоянии в один метр И проходит это расстояние менее чем за одну сотую секунды При этом в сцепке поезда происходят механические автоколебания, чего не будет при электронной сцепке А при сходе даже одной колесной пары в кювете может оказаться весь состав с сотнями пассажиров Так как на железной дороге отсутствует противосходная система Легко почитать, что в этом случае провозная способность Skyway превысит 2 миллиона пассажиров в сутки Но это еще не решение проблемы, это постановка задачи Генконструктору Королеву специалисты также утверждали и даже сажали его в тюрьму Что нельзя создать надежную систему управления ракетой, которая по устойчивости похожа на карандаш, поставленный на острие А сегодня ракета это сама точность, так как на расстоянии в 10 тысяч километров может попасть в табуретку Как нельзя создать и реактивный двигатель, тепловая мощность в камере сгорания, которого 100 тысяч киловатт на метр квадратный Самые тугоплавкие металлы при этом сгорают мгновенно А знают ли так называемые специалисты, что, например, современный истребитель с изменяемой геометрией крыла, опирающийся не на рельсы, а на воздух Несколько десятков раз в секунду меняет свою геометрию под изменчивый воздушный поток И если электроника подойдет, самолет развалится в воздухе, так как скорость у него в разы больше, чем у Юнибуса Ну и в-четвертых, насколько опасен интервал в 0,5 секунд или дистанция в 69,4 метра Предположим невероятное, у Юнибуса отвалилось одно колесо и он отперся на специальную лыжу, то есть пошел бюзом по рельсу в одной из четырех опорных точек При коэффициенте трения скольжения равном 0,2 Юнибус начнет аварийное торможение с ускорением в 0,5 метров в секунду в квадрате Ситуацию можно было бы исправить, если дать большую мощность на остальные три колеса Но предположим электроника не сработала История много примеров, когда локомотив тянул вагоны с заклиненными колесными парами Впереди идущий Юнибус начнет удаляться, а сзади идущий приближаться до столкновения, если не предпринимать никаких управленческих решений И сколько времени пройдет до столкновения с относительной скоростью в 30 км в час? Ответ можно найти в учебнике школьной физики 16,7 секунды Что тогда за система управления комплексом, которая будет бездействовать 16,7 секунды? А вариантов действий несколько 1. Дается команда на увеличение мощности оставшимся целым трем колесам И аварийный Юнибус продолжает двигаться со скоростью 500 км в час 2. Дается команда на торможение сзади идущих Юнибусов с ускорением 0,5 в секунду в квадрате 3. Сзади идущий Юнибус сближается с аварийным и на последних 10-15 метров в сближении тормозится до нулевой относительной скорости Автоматически сцепляется с ним Это как космические корабли на орбите стыкуются аналогично на скорости 28 тысяч км в час И толкает аварийный модуль, снова разгоняя его с 470 до 500 км в час 5. Разработана вся логистика движения на трассе с интервалом в те же 0,5 секунды При посадке на вокзале, как метро, в течение 25-30 секунд, а не 0,5 секунд, как думают маргиналы То есть вся эта логистика разработана Просто перронов будет несколько Как будут стоять поезда на нескольких десятках Юнибусов в механической степке Они так и выйдут на трассу, а затем на трассе разъедутся, чтобы снова съехаться на конечной станции Это напоминает игру на гармошке, где меха то растягивается, то сжимается И не нужно всем останавливаться у каждого столба В тот же Смоленск пойдут по расписанию, например, каждые 10 минут Юнибуса с надписью «Смоленск» Который будет выведен через стрелочный перевод с интервалом безопасности порядка 30 секунд на станцию в Смоленске Но это рекорды Вернемся к реалиям Пассажиропоток на безумно дорогой высокоскоростной железке «Москва-Казань» Планируемый к строительству оценивается максимумом в 20 тысяч пассажиров в сутки Суммарно в обоих направлениях Как, впрочем, и по такой же трассе Москва-Санкт-Петербург Или один пассажир в 8,6 секунды в одном направлении Таким образом, интервал движения для шестиместных семейных Юнибусов будет 52 секунды Так, может, здесь лучше реализовать все-таки Skyway А не в несколько раз более дорогую китайскую железную дорогу С более дорогими в несколько раз билетами Нагрохочущими тяжеленными многоместными поездами Готовыми протаранить любое препятствие И даже автобус с детьми, застрявшие на переезде Мечавшиеся в первом уровне По земляной насыпи Низконапорной плотине Которая перережет истоки рек Нарушит движение поверхностных грунтовых вод Перережет сельскохозяйственные води И пути миграции животных Как диких, так и домашних Что лучше? Вот, коллеги, в общем-то По высокоскоростному модулю Теперь понятно все Я думаю, что информация Для тех, кто уже инвестирует Это очень хорошая Ну и в принципе для тех, кто наблюдает за проектом Потому что видим, что проект развивается Думаю, что в ближайшее время Будет информация по Skyway Непосредственно из Эко-технопарка Потому что будет проводиться Эко-фест Ежегодный Эко-фест Вот, и надеюсь, что Ваш покровный слага тоже там будет Вот, но это пока все Для тех, кто играет с вами в квест 9.1.1.9 Сегодняшний пароль Пишите этот пароль Получайте свои Азовкоины Ну и до встречи в следующих эфирах Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»